Добрый день! Сегодня я бы хотел вам рассказать о нашей новой услуге, это возмещение денег от Amazon. Но обо всем по порядку. Немного, чем мы занимаемся. Мы уже на Amazon более двух лет, за это время у нас формировалась такая хорошая стабильная команда, которая ведет все наши направления. Мы развиваемся и работаем в PL направлении, и также сейчас развиваем сервисное направление по услугам, о которых мы сегодня будем говорить. Что такое reimbursement? Такое частое слово, которое встречается в отчетах Амазона. Хотелось бы донести до клиентов все возможности, которые скрываются за этим словом. Значит, Amazon это большой такой громадный бизнес, который перемещает в день, очень перемещает, обрабатывает очень много товаров. И очень часто случается так, что Amazon роняет товары, повреждает товары, неправильно какие-то заказы обрабатывает, или там попадаются недобросовестные клиенты, которые там не возвращают товар. И за все эти правтыки, это конкретно правтыки, сейчас мы говорим Amazon, Amazon должен компенсировать деньги. И он это делает, но, к сожалению, он это делает в каком-то маленьком объеме и не компенсирует все деньги, которые действительно он должен делать. Что делает наша компания для этого? Мы делаем полный анализ отчетов на проверку таких пунктов, которые вы видите на слайде. Сейчас мы более подробно на каждом пункте остановимся, чтобы рассказать более детально, что, какие конкретно шаги мы анализируем. Самое первое, это когда Amazon перемещает товары, то он, как я говорил ранее, он их роняет, повреждает и иногда там уничтожает какие-то товары. И это происходит по вине Amazon. За это теоретически Amazon должен вам делать компенсацию. И, естественно, он это делает, но в каком-то маленьком объеме. Второй пункт, это возвраты клиентов. Исходя из политики Amazon, клиент, который делает возврат, у него есть 45 дней на то, чтобы вернуть физический товар. То есть, когда он сделал возврат, он деньги получил, а товар должен вернуть в этот указанный период. Но есть такие недобросовестные клиенты, которые не возвращают товар. И это ложится как бы на ответственность Amazon. За это Amazon должен вам компенсировать деньги. Третий пункт, это, наверное, самая такая болезненная тема для продавцов Amazon. Это так называемые шипменты, прием партий на склады FBA. Бывают такие ситуации, когда Amazon принимает не всю партию, какую-то часть партии или вовсе теряет партию. И здесь, конечно, процесс разбирательства с Amazon, он такой достаточно затянутый. Но мы также этим занимаемся и прорабатываем шипменты клиентов, чтобы максимально возместить те деньги, которые были потеряны во время приема товара. Также следующий пункт, это другие уступки клиентам. Скажем так, бывают ситуации, когда в Amazon что-то пошло не так, какая-то доставка пришла с опозданием, либо что-то, скажем так, это компенсации, это деньги, которые Amazon, грубо говоря, дарит клиентам на свое усмотрение за какие-то свои профтыки. И он это должен вам компенсировать в конечном итоге. Но такие компенсации зачастую, как и во всех случаях, они либо происходят не в полном объеме, либо вообще здесь не происходят. Следующий пункт, это возврат товаров за 30 дней. Когда клиент купил товар, у него, если товар ему не понравился, к примеру, у него есть 30 дней, чтобы он мог сделать, точнее инициировать возврат этого товара. Но зачастую это в всех категориях так, но категории там baby это 90 дней, и есть еще там исключения для праздников. Но бывают такие случаи, когда Amazon по каким-то причинам принимает товар на 40-й день, на 50-й день, даже на 100-й день. И непонятно, с чем это связано, но это нарушает, собственно, конечно, политику Амазона. И если говорить Амазоне об этом, что вот был такой возврат, то он в каком-то проценте компенсирует за это также деньги. Следующий пункт, это проверка обмена у покупателя. Когда клиент хочет обменять свой товар, то он делает обмен, и Амазон ему возвращает такую же единицу, только новую. Но иногда бывают такие ситуации, тоже очень странные, когда Амазон еще в догонку ему возмещает деньги за товар купленный. И, как ни странно, то в таких случаях тоже нужно писать, и мы пишем Амазон об этом, и Амазон в каком-то проценте тоже возвращает за это деньги. Что касательно анализа. Теперь по самой работе. Когда мы провели анализ, мы пишем по этим всем пунктам кейсы, и ведем по этим кейсам общение. По условиях нашей работы. Чтобы мы начали заниматься вашим аккаунтом, он должен соответствовать некоторым требованиям, чтобы мы просто не делали работу пустую. Если он соответствует этим минимальным требованиям, то в принципе можно брать в обработку, и можно действительно какие-то деньги возместить. Этот аккаунт должен продавать не менее 6 месяцев, то есть даже более 6 месяцев. Общий оборот по аккаунту должен быть более чем 50 тысяч долларов за все время. И берем аккаунты, те, на которых не проводились никакие действия по возмещению. Если они проводились, то должно пройти хотя бы 6 месяцев, чтобы, грубо говоря, появился для нас объем работы. Не хотелось бы брать аккаунт, который уже проработали, и мы потратим на это время, и это будет неэффективно и для клиента, и для, собственно говоря, нас. По доступам часто задают, что нужно, чтобы начать. Это доступы. Вы открываете доступы для нашего технического аккаунта. Это ограниченные доступы, в основном, это к отчетам и к возможности написать кейсы. Собственно говоря, по оплате. Мы берем 15% от суммы денег и также от товаров, которые Амазон вернул по нашей инициативе. То есть мы берем по факту. То есть мы проработали ваш аккаунт, через 2 недели мы вам даем отчет. И по факту от той суммы, или товаров, которые вернул Амазон, мы считаем этот процент. Немножко статистики. За последние 2 месяца нашей работы по этой услуге мы проработали 38 аккаунтов, вернули по всем аккаунтам в сумме более чем 29 тысяч долларов. И средняя сумма по возмещению, как вы видите, почти 800 долларов получается. Исходя из нашей статистики, видно, что Амазон достаточно большую часть денег не доплачивает. Поэтому стоит задуматься о возмещении. И самый такой часто задаваемый вопрос, это почему мы, а не другие сервисы. Я сейчас проведу параллель, такое отличие нас и других сервисов, чтобы вы понимали, что делаем мы, что делают другие сервисы и когда лучше воспользоваться. нами, когда другими сервисами. По анализу вашего аккаунта мы анализируем все возможные отчеты. Как вы видели с предыдущих слайдов, там целый перечень пунктов, которые мы проходим, и делаем такой подробный анализ. Зачастую другие сервисы, они анализируют только первый пункт. Это самый первый, который был в слайде. Это самое такое простое, что можно проанализировать из нашего опыта. Это поврежденные товары, потерянные товары. То есть это только маленькая часть, которая делает другие сервисы. Второй пункт, это мы пишем кейсы и ведем общение. К сожалению, мы не находили таких сервисов, которые бы это тоже делали. Да, они делают шаблон вам, письма, которые вы можете отправить на саппорт и как бы и вести дальше с самим общением. Но, исходя из нашей статистики, чтобы вы понимали, вот среднее количество кейсов, которые мы пишем, это 150+. Реально, бывают случаи, когда мы пишем по 500 кейсов. Естественно, что если человек, который продает, будет тратить время на написание такого количества кейсов, то это как бы не такая уж благодарная работа. Поэтому стоит задуматься, что чтобы делегировать эти задачи либо своим работникам, либо же вот мы можем это сделать под ключ. И третий пункт это то, что мы берем деньги от фактического результата. Вот мы проработали ваш аккаунт, получили результат и говорим вот ссылка, где написано, что Amazon вернул столько, вот с этого мы берем такой результат. Другие сервисы, они либо берут от прогноза, вот они прогнозируют, что вам, к примеру, вы можете там потенциально вернуть допустим тысячу долларов. Но зачастую эти прогнозы из нашего опыта, те сервисы, которые мы тестили, они не возвращают эту сумму. Приходится потом, когда мы проработали, писать, общаться с этими сервисами, чтобы они вернули часть денег за, грубо говоря, за тот результат, который они прогнозировали. да, они возвращают, но это как бы опять время и зачем это делать в принципе. И последний пункт это услуга под ключ. Грубо говоря, вы торгуете, видите нужду в том, что нужно проработать. Вы обратились к нам, мы взяли ваш аккаунт с минимальным действием. Через две недели мы вам даем подробнейший отчет, где расписаны все моменты, что сделано, сколько кейсов написано, какие суммы были возвращены. Все, вот детали, с кренами, с ссылками, где вы можете там за 5 минут все проверить и убедиться, что вот этот объем был действительно сделан. И это тоже как бы сокращает время. И последний слайд, это, точнее предпоследний, это вопросы. Мы собрали список вопросов, которые в основном зачастую задают наши клиенты, также в группах мы собирали вопросы, которые интересуют потенциальных наших клиентов. Так, первый вопрос, это вы делаете эту услугу сразу по всем продуктам, которые у меня есть. Скажем так, мы делаем эту услугу полностью по всему аккаунту. И это имеется в виду продукты, которые есть у вас на текущий момент, которые были когда-то, даже если, которые были удалены, они также сохраняются в отчетах и мы полностью прорабатываем это. Второй вопрос, а где можно будет увидеть возврат денег? Значит, мы в конце того, как закончили услугу, делаем подробней, подробнейший отчет, в котором все расписано, скринами, ссылками, которые вы можете перейти и полностью увидеть все, что Amazon компенсировал вам. третий вопрос, с какими маркетплейсами Amazon вы работаете? США, Канада, Европа? Сейчас мы работаем в основном в США, также несколько есть кейсов по Канаде, которые мы тоже развиваем и в ближайшем будущем мы планируем также обрабатывать европейские аккаунты. Четвертый вопрос, как предварительно можно узнать, сколько я получу компенсации? К сожалению, исходя из того объема тех пунктов, которые мы делаем, тут тяжело сделать какой-то прогноз или тем более еще что-то точное получить. Здесь только по факту, если ваш аккаунт соответствует требованиям, вы можете обратиться к нам, мы сделаем и по факту только сможете узнать. Но, к сожалению, прогноз мы можем, точнее, по какому-то одному пункту можно что-то сделать. Но это, опять же, такие неточные прогнозы. Пятый вопрос, что нужно сделать, чтобы понять, стоит ли мне делать возмещение? Все очень просто. Если вы не делали и ваш аккаунт 6 месяцев больше продает, оборот больше 50 тысяч, то мы рекомендуем вам обратиться и сделать, я думаю, что вы будете удивлены результатами, которые мы сможем получить. Шестой пункт, что происходит, когда Амазон нашел товар, за который уже сделал компенсацию возмещения? Да, бывает ситуация, когда Амазон потерял товар, не нашел его, компенсировал деньги и потом он находит этот товар. Такие товары Амазон зачастую продает по меньшей цене у вас на листинге. Вы, может, когда-то видели у себя на листинге там вверхаус делал продавца. Вот Амазон как раз продает эти товары у вас на листинге. Поэтому вам как бы это ничем не грозит. И последний вопрос, можно ли заказать услугу с исключением некоторых пунктов? Это, скажем так, мы как бы достаточно гибко ко всему подходим и это уже в таком индивидуальном порядке обсуждается. Но если действительно в этом потребность есть, то, конечно, мы можем это сделать. И самое главное, как заказать эту услугу? Значит, под видео будет ссылка на Google форму для заказа. Заполните эту форму и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее время и ответит на все вопросы, которые вас интересуют. И если вы захотите двигаться с нами, то, естественно, он будет вас сопровождать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok